Пятая Московская международная летняя школа в Гнесинке в самом разгаре. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, в дом на Знаменке приехало почти 200 учеников. Многим пришлось добираться издалека, но во имя искусства все трудности были преодолены, и сейчас ребята активно готовятся к отчетным выступлениям. Давайте к ним заглянем. Меня зовут Ярослав Уваров, мне 15 лет, я приехал из Нового Уренгоя. Мои родители искали летние занятия на фортепиано и нашли летнюю школу в Гнесинке. Я учусь в детской школе искусств, там я занимаюсь квартетом. В Москву мы привезли двое. Я приехал сюда с младшим братом, ему 6 лет, и он тоже занимается фортепиано. Сольно я занимаюсь у Елены Владимировны Березкиной, а дуэтом у Якова Юрьевича Концельсона. Мы живем в школе, и когда заселились, были удивлены, что в номере стоит рояль. Это очень удобно, так как в любой момент ты можешь сесть заниматься. Эти рояли, наверное, самые лучшие, на которых я играл. Но играл я на них только на конкурсах. А здесь я могу в любой момент сесть и позаниматься на данном рояле. Мы обязательно придем к тебе на концерт. Привет. Привет. Расскажи, как тебя зовут и откуда ты к нам приехала? Я Даша. Я приехала из Томска. Я занимаюсь в мастерской у Ольги Юрьевны Вушейковой. Там я беру мастер-класс у трех педагогов. У Ольги Юрьевны Вушейковой, у Дианы Романовны и у Ивана Бушуева. Моя маленькая мечта была, я всегда хотела куда-нибудь поехать. На обучение. Это для меня большой рост, на самом деле. Ты чувствуешь себя самостоятельным. Первый раз я одна, без родителей. Это здорово. Сам ходишь в магазин, сам себе готовишь. Здесь больше возможностей, больше приключений. В этом году у нас на нашем этаже, где живу, очень тихо, людей мало. Возможно, в следующем году будет намного больше людей, больше знакомств, больше друзей. Пятая летняя школа состоит из индивидуальных занятий. Но по инициативе участников есть и ансамбль. С соблюдением социальной дистанции, масочного режима, конечно. Привет. Здравствуйте. Расскажи, как тебя зовут и откуда ты к нам приехал? Меня зовут Ростем, и я из города Казань. Здесь очень приятная атмосфера и очень доброжелательные учителя. Я занимаюсь у Елены Владимировны по фортепиано, у Ольги Викторовны по клавиру и клавесину. Орган. Ты решил просто попробовать? Да, я решил взять, ну, как первый курс, чтобы посмотреть, понравится ли мне или нет. И мне понравилось. Когда ты играешь на старинных инструментах, на предшественниках фортепиано, ты можешь что-то уловить и как-то использовать на фортепиано. На старинных инструментах лучше чувствуется эпоха композиторов, которых я исполняю. Скажи, как тебя зовут и откуда ты к нам приехала? Меня зовут Мария, и я приехала из Парижа. Ты первый раз нашли в школе? Да. Как ты узнала о них? Они очень много говорили во Франции и в России, говорят, что она одна из самых лучших школ. Мне больше всего понравились уроки с Александром Гиндином. Он мне помогает и рассказывает, где у меня не очень хорошо получается, чтобы я смогла исправлять мои ошибки. Где ты учишься во Франции? А я учусь в консерватории Рахманинова и в консерватории Риксации в седьмом районе. Ты часто выступаешь на конкурсах? На конкурсе «Золотый ключик» я выиграла серебряную медаль. А в прошлом году я была на конкурсе «Леонид Целест» и выиграла первое место. Ты бы вернулась еще в летнюю школу? Да, на стажировку я думаю, да. И я попытаюсь подготовиться, чтобы через несколько лет поступить в наш колледж. Пришло время показывать, чему ребята научились на мастер-классах. Сегодня очередь пианистов. Они демонстрируют свое мастерство в органном зале школы на роялях Стенвей. Меня зовут Арсений Уваров. Ей 6 лет. В летней школе я первый раз. Я сейчас был на концерте. Я слышал разных пианистов. И мой брат тоже играл на этом концерте. Ты куда-нибудь успел походить, погулять? Где-нибудь был? Мы гуляли под Красной площадью. Она очень красивая. Два дня назад у меня выпал первый молочный зуб. Ты еще приедешь к нам в летнюю школу? Я обязательно вернусь в летнюю школу. Дни в летней месенке насыщенные и разнообразные. Организаторы постоянно придумывают что-то новое. А значит, в следующем году двери старинного особняка на знаменке вновь распахнутся для молодых исполнителей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok